В конце прошлого года Sega попробовали мягко перезагрузить серию Sonic the Hedgehog, направить её по востребованному маршруту, дав старт новой эпохи еженых приключений. Шаг окупился сполна. Фронтир стал самой продаваемой 3D-игрой в истории франчайза. Даже с этим техническим исполнением, при том, что блокбастеры нынче огребают из-за меньшие. Уродливую внешность сопровождал странный геймдизайн. Руководитель проекта Морио Кишимото не понимал, как сделать открытый мир чем-то цельным, и благополучно забил на внутриигровую экономику. На выходе получился невзрачный полигон с набором разрозненных активностей, ни на что особо не влиявших. Ну а всё, что как-то двигало процесс, легко выуживалось из ближайшего пруда и покупалось в магазине. Благо не за реальные деньги. Хотя так было бы даже честнее. Наверное. Всё это мы подробно обсудили в большом обзоре Sonic Frontiers. Рекомендую его посмотреть, чтобы освежить материал. Ну и вдруг не подумать, что я хейчу игру. Это не так. При всех недостатках там есть виртуозные челленджи, боссфайты нередко увлекают, да и гонять синего по островам в целом расслабляет. Где-то в этом наборе активностей притаилось нечто удивительное. И Кишимото смог бы это вытащить, имея он больше компетентности или хотя бы энтузиазма. А то я даже смеяться не могу, читая эти пассажи в духе «Может мне не стоит быть геймдиректором?» С таким подходом точно нет. Эта ему неуверенность, на мой взгляд, сказалась и на DLC. Особенно на последней пачке под названием Final Horizon, ради которой мы здесь собственно и собрались. На самом деле здесь должен был быть обзор Mortal Kombat 1, но тут опять Sega с ежами, так что с них и начнем. На очереди ролик про суперстарс, а с мортальником постараюсь разобраться до конца года. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и оцените это видео пальцем. Приглашаю вас ко мне в телеграм с фотками и микроблогом, а также в бусти, если не жалко рубля. Ранний доступ к контенту, упоминания в титрах и обзорах, а также ежемесячный созвон в нашей дискорд-конфе в благодарности от меня. Разговоры о DLC пошли через несколько недель после релиза Frontiers. Их стоило ожидать с этим сэндбоксом и упущениями, но на серьезный контент тогда мало кто рассчитывал. Тем удивительней показался анонс аж трех упаковок, которые Sonic Team запланировали на весь календарный год. В итоге подвезли и косметику, шелуху вроде фоторежима и музыкального автомата с треками из этой и прошлых игр. Большинство из них надо собирать. NG+, и много чего еще. Разумеется, оно поставлялось от меньшего к большему, но душнить о том, где и когда я смысла не вижу. Один черт, игра уже с копом это вываливает. Скатывать ролик в голимое чтение патч-ноутов я тоже не буду, поэтому пробегусь лишь по самому жирному. Если честно, без Final Horizon я бы даже не почесался. Заметным дополнением стали режимы Battle Rush и Cyber Space Challenge. Это цепочки скоростных и боевых секций, которые надо проходить на S-ранг. В целом ничего необычного. Стандартный подгон для DLC такого формата. Жаль только, что любителям щекотать свой спинной мозг пришлось так долго ждать. Сам я к таким людям не отношусь, но на тяги прошлогоднего Асарта может время бы и потратил. На киберпространство меня хватило как-никак. Правда, если тогда мне даже ачивки не дали, эти страдания кое-как вознаграждаются. Battle Rush открывает экстремальную сложность, а Cyber Space Challenge вешает на Соника Power Boost. Тушка электризуется, делая героя быстрее и смертоноснее. Опцию придется включить в настройках, но в аркадном режиме она в принципе недоступна. Тренируйтесь как есть. Еще вернули спиндэш. Окей. Что мешало добавить его в игру сразу, я не знаю, но здесь он стал ультимативным призом за Action Chain Challenges. Это очередной тип замученных испытаний на время. Это может быть платформинг, беготня, рукопашка или их комбинации. На каждом острове где-то по 7 таких заданий, и с этой сложностью спиндэш не кажется солидной наградой. В смысле, прошлые 30 часов я без него как-то справлялся. Ну то есть буквально. За все прохождение я вспоминал о нем раза три, да и то чисто чтобы футажи записать. Но пусть будет, может кому и понадобится. Движ также разбавили новыми кока. Хинкали несколько отличаются от привычных, они больше и носят забавные аксессуары. Выглядит мило, но прячутся сволочи в этих платформенных секциях. Некоторые откровенно нечестны и раздражают, однако проходить их в целом увлекательно. К тому же их сбор вытаскивает шкалу буста чуть ли не в 5 раз. За год Суниктим подвезли во Фронтир с почти четверть от его основного контента. Да, без такого богатства можно было обойтись, но это применимо и к дефолтам активностям опенворлда, так что за старание я лайк поставлю. А вот новую главу люди реально ждали, и было зачем. Файнал Хорайзон это такой what if. Размышления о том, как повернулись бы события, предложа Сейдж альтернативный маршрут. Сега вроде настаивают на его каноничности, так что, наверное, это лучше назвать ритконом. Ветка стартует с момента, где Соник обменял корешей на лекарства от киберспида. Внезапно для всех Айанами Картановна Сири сообщает, что есть и другой вариант, настолько безумный, что она его даже не рассматривала. Интересно, как продажи икры вдохновили искусственный интеллект, но не фантазию сценариста. Сейдж предлагает вернуть зверей в зад и удержать коробшен Соника, пока те ищут изумруды хаоса. Это даст ежу время научиться конвертировать свой недуг в убер-мощную силу, без которой он неплохо справлялся в исходном рауте. Короче, это такая бедненькая подводка к геймплею за Наклза, Эми и Тейлза. Флинн мог вообще ничего не писать, и всем было бы пофиг. В 3D-линейке такого не случалось давно, спортивные игры и гоночки в расчет, естественно, не берем. И возвращение Гвардии кажется логичным шагом для новой эпохи. Ну а Final Horizon можно счесть черновиком, показывающим, какие идеи у Соник-Тим есть в их отношениях и понимают ли там нафиг это вообще надо. Оставалось как-то засунуть ребят в мир, созданный чисто под Соника, и здесь обошлись малой кровью. Приключение ограничено островом Урана, так что выгулять их где-то еще невозможно. Хотя это могло бы освежить экшен-чейн или поиски Кока, но ивенты ввели раньше, а работы хватает и здесь. Эксплоринг разделили по персонажам. Тотально зачистить территорию условным Наклзом не выйдет. Карта закрашивается освоением мини-игр по старинке и Кока-картографами. Как и те новички, они тусят в самых неприличных местах и готовы общаться лишь с кем-то конкретным. Кем именно подскажет цвет. Также ведут себя Кока-исследователи, заведующие скиллпоинтами. Животных надо выкачивать, но половина древа открыта уже на старте, дабы они хоть как-то передвигались. В целом это несложно, хотя преградой могут стать порезанные характеристики, которые вытаскивают отшельник со старейшиной. Значит ли это, что Final Horizon тоже окунет вас лицом в пруд? Нет. Вместо жетонов для рыбалки, звездопад сразу отгружает тонны Кока, семян и другого комбикорма. Пара ивентов и статы персонажа раздуваются о кипузо от пиваса. Я мог бы погундеть, что Кишимото сломал даже эту систему, но типа в жопу ее, например. Она и в большой игре жить не давала, а тут аж три пассажира на очереди. Вообще, отдам сониктим должное. Самый приятный сюрприз DLC ждал меня как раз у этих старперов. Воистину эпохальные вещи случились в Final Horizon. Надеюсь, японцы не ввалили в эту опцию половину прибыли с продаж. Моя проблема с дополнениями в том, что выходят они спустя какое-то время. Я не привык без конца играть во что-то одно, и тот же Фронтир с ней запускал почти год. Многому пришлось переучиваться и заодно вспоминать, как игра себя ведет. Это особенно важно, поскольку меня беспокоило, как персонажи будут реализованы. Не в плане концепта и примочек, а в механическом. Бегать друзьями и в старых частях бывало не очень иногда. В СНГ некоторых вообще не доделали. Взять невидимость теми или кольцебомбы Тейлза с солевым оператором. Но утекло много воды, и понимание современного гейминга должно было накопиться в мозгах людей с сониктим. Есть информация, что туда в основном молодых ребят набирают, и кому если не им знать, как игры нынче ощущаются хотя бы на тактильном уровне. Но когда мне выдали Эми Роуз, на меня тут же хлынул поток стейшн скверных флэшбеков. Знаете этот эффект, когда запускаешь старый любимый Тайтл с Плейстейшн 1, с Плейстейшн 2 и автоматически вспоминаешь тонкости управления, инпутов, физики, состояние жанра в тот конкретный период. Вот это вот. Все, что здесь есть, легко могло уложиться в какой-нибудь Соник Адвенчер 3, если бы его выпустили сразу за двойкой. И я наверно могу понять в чем тут дело. Над самим Соником как только не изгалялись середины нулевых. Начиная с буста, заканчивая виспами. Что-то не прижилось, а остальное замешалось с исходными принципами и перекатилось во Фронтирс, который представил пару своих фиговен. Сайлуп, например. То есть какая-то работа с ним проводилась все это время. Пробы и ошибки. На этих ребят же забили очень давно. Буквально последними, кто основательно за них брался, были Vigret Button. Сторонняя студия, воспитанная экшен-адвенчерами западного образца. Так что неудивительно, почему Эми, Наклз и Тейлз воспринимаются как 20 лет назад, вытащив человека из ком и глупо требовать от него детального пересказа недавних событий. Он попросится обратно. А Final Horizon еще и делали на сдачу благодарность за респонс. Даже денег не попросили, что само по себе кроет половину моих тейков в этом ролике. Но я все равно их озвучу, чтобы в комментариях повеселее было. Традиционно болванчики умеют что-то свое. Эми скачат и планируют с помощью карт Таро. Видимо, на сеге как-то сказалась покупка Атлус, так что наша эко-активистка вдруг стала Тарологиней. Без всяких предпосылок к этому в большой игре. Здесь была уморительная шутка про ноготочки и карамельный раф, но оказалось, что эта фигня была частью личности Эми еще со времен Соник Сиди. Почему вы могли ее упустить? Да потому что деталь упоминалась только в японском мануале и никогда ни на что не влияла. Карты еще вроде всплывали в Соник Хрониклс, который не канон, и каких-то комиксах. Зачем о них тот вспомнил сегодня и без понятия, но случилось это не здесь, а в недавнем переиздании Соник Ориджинс. Он теперь является безоговорочной базой, когда беседа заходит о событиях классики. Они бы игры свои делали с тем же энтузиазмом, с которым раскапывают эту срань. Ладно, пусть будет. Еще картами Эми швыряется во врагов Аки Гамбит Фури Кроссдрессер. Еще она делает смертоносную вертушку и может успокаивать несколько гадов одновременно. Ориентированность на дистанцию здесь схожа с Тейлзом, спрятавшим в заднице промышленное количество гаечных ключей. Рядом с отбойным молотком. Вижу, практика из Форса с даром не прошла. Я тут хихикаю, но в Файнал Хорайзен Эми показалась мне полезней, кого бы то ни было. Высокий прыжок всегда хорошо, а планирование позволяет точечно приземляться на платформы. Рядом с ее трипл джампом, Наклз и Тейлз буквально выглядят омиганами. Ребята всегда ассоциировались с воздушным перемещением, а здесь проигрывают ежихи, чьей особенностью являлись гигантская кувалда и психотронные атаки гундежом. Играть ими мне не хотелось абсолютно. Глайд уехидный чертовски дубовый и постоянно норовит куда-то завернуть. Что, наверное, реалистично, но часто фокапит навигацию, мешая цепляться за узкие вертикали. Это его фича. Наклз карабкается по цветным стенам. Как и Соник. Разница в том, что ему нарисовали особые красные плоскости. Дабы еж не лез куда попало и друга не обижал. А еще Наклз силен. Интернет много смеялся с имбовости этого приема, и я бы, наверное, присоединился, если бы не забил на местных стражей. От них в основной игре не было практической пользы, так какого черта я буду тратить свое время? Сюжетные засранцы встречаются редко, и отлично вырубаются хоумингом, которым Эмми и Наклз располагают. И типа да, для Фронтирс эта система является одной из ключевых. Она часто используется в платформинге, позволяет работать с пружинами, рычагами, летающими тварями и так далее. На этом базируется Open World и логично, что приемом будут владеть все. Кроме Тейлза. Почему? Да, это буквальное объяснение, почему персонажа, дольше которого в серии существует только Соник с Эгманом, обделили фичей, на которой строится пол игры. Сейчас я отвечу на два аргумента из моей телеги. Антон, Тейлз умеет летать, с хоумингом ему будет жирно. И да, Лиз действительно умеет. Он дольше держится в воздухе и им удобнее управлять. Только взлетает он невысоко и вынужден юзать штуки вроде вентиляторов и… внезапно пружин. Надо ли говорить, что без хоуминга процесс часто скатывается в тупорылый пиксельхантинг ради ничего? Антон, но ведь Тейлз никогда в него не умел. Тут немного сложнее. Я помню, что он делал это в некоторых играх, но не в основной 3D-ветке. Разница в том, что те вещи были гораздо линейнее. Даже в Sonic Adventure поле приключений не заходило дальше простеньких паззлов. Уровни были короткими и обычно подстраивались под скиллсеты героев, отчего разница не мозолила глаз. Да, Final Horizon разводит полномочия ребят уникальностью секций. Их даже эксплойтить бессмысленно, ты просто награду не подберешь. Но как ни странно, даже им свойственно такое говно. Ну а еще тут полно раутов для быстрого перемещения с ясно каким инструментарием. Я понимаю стремление сделать ребят особенными, но подумайте об этом 5 минут. Чего именно лишилась бы игра и месси у Тейлза прием, который есть у всех остальных? Пишите в комментах, подискутируем. И я эту шарманку завел не потому, что оно сильно фрустрирует или делает DLC непроходимым. Просто тут спрятан жирный слой иронии, ведь Лису можно купить циклон. Тот шагоход из Sonic Adventure 2. С ним можно вылетать чуть ли не за скайбокс и выносить пачку мобов за 2 секунды. Там два тира, они самые дорогие. Но вам ничего не мешает накопить сперва на них, а потом заняться остальным. Для чего? Да просто циклон убивает весь смысл в секциях, которые Sonic Team так кропотливо рисовали. Стремишься наверх, выглядываешь пельмени, спускаешься, забираешь. Девайс работает с ускорением и его кулдаун может показаться проблемой. Однако, он легко скамится фокусом с сайлупом. Нарисовав им восьмерочку, вы получите… бесконечный буст. На самом деле не бесконечный, он длится минуты 3, но за это время вы по-любому где-то тормознете, так что суть та же. То есть это классический кишимото момент. Мы отберем у Лисенка дефолтный прием, но продадим фансервисную шнягу, способную скипнуть гигантский пласт геймплея. Аплодирую в приседе! Но зато есть классная секция в пирамидке, отдающая RA Dreamcast. Она тут одна, но мне уже стыдно о чем-то просить этих людей. В остальном, ну такое. У друзей есть классные примочки, но их минимум в череде взаимозаменяемых и даже повторяющихся. Так всем можно купить спиндэш. У Соника на Уране он кстати дефолтен. Парирование, парирование с ослаблением врагов. Ну и усиленный буст при полном багажнике колец. Для Тейлза это циклон, но остальное брать не рекомендую. Управлять ребятами в прыгалках становится решительно невозможно. Мне буквально приходилось искать того, кто зарядит животному в щи, чтобы тот в себя пришел. У Эми вообще с каждым ускорением врубается двухсекундная анимация. Сука, за что? Короче я рад был пощупать троицу, но если это продолжится так, лучше не надо. Сюжет тоже малоинтересен. Двинув за изумрудами, компания обнаруживает, что изумрудов нет там, где изумрудам следует быть. Поэтому они решают искать изумруды там, где изумрудам быть не следует. Так 90% реплик здесь связаны с поиском изумрудов, где изумруды могут быть и как поиски изумрудов идут. Тоже с опциональными ивентами, этими рожицами. Они и в большой игре были условные, а тут их прям фура подъехала, да еще и для каждого персонажа. Увы, количество трахнуло качество. Вы легко можете пропиликать на другой конец острова, чтобы услышать нечто в таком духе. Есть и кулстория о древних. К примеру, пинбол был машиной, сдерживавшей вулкан. В смысле подшутить? Над кем? То есть, пинбол уже существовал? Я запутался, короче. Факты настолько рандомны, словно это набор реплеев из твиттера, а не попытка углубить лор. Биг у пруда не настоящий, но он тоже возник из головы Соника. Как часто Ёш о нем думает, узнаете на fanfiction.net. Порой это просто дичь. Те же рельсы хорошо встраивались в миф о чудо-технологиях. Может это была транспортная развязка или типа того. Но время пришло, все рассыпалось, будем работать с чем есть. Но как вам инфа, что все это художество тоже пришло из подсознания Соника, и видеть его может только он? Я буду спуститься на гриндрайле. Стоит мне? Так вот, как они выглядят к тебе. Как они выглядят? Что, не ты их тоже видишь? Продолжение следует... Ладно, допустим. Но мне даже страшно подумать, как Соник выглядит со стороны. Видимо, как если бы игра в принципе отказывалась прогружаться. Кишимото как-то сказал, что очень болеет за фидбэк, и, судя по его же твиттеру, не врет. Рискну сделать вывод, что многое в DLC пришло оттуда либо целиком, либо после долгой рефлексии о прочитанном. Сам я фидбэк очень ценю, особенно если с ним можно работать. Свет плохо встал, текст перегружен, с фактикой налажал вот это вот. Меня, кстати, часто спасает ранний доступ на бусте. Человек подмечает факапы, и я успеваю его починить до релиза на ютуб. Спасибо всем, кто так делает. Но аудитория не организм. Она состоит из людей с разными вкусами, взглядами, чувством юмора, отношением к жизни и тебе лично. Плакать над каждым комментом — это стрелять себе в череп. Я 11 лет в этом живу. Одни припоминают мне кринжобые скетчи из ранних видосов, другие гуньят, как им этих скетчей не хватает. Одни пишут, что отписались от меня 10 лет назад, потому что я много кривлялся, другие недавно, потому что я кривляться перестал. Соник Фронтир справедливо критиковали за визуальную кривизну и странный сеттинг. А еще Соник Фронтир скритиковали за казуальность, и на мой взгляд, это палка из двух колбас. Естественно, тут вам не Дарк Соулс и даже не Мегамен. Такого отцописа никто не ждет. С другой стороны, многие боссы, правда, валились одной комбинацией, а про условность сэндбокса я устал повторять. Но эти дырки в принципе можно замазать балансировкой и литром саке. Подумать над экономикой и повесить кулдаун на какой-нибудь пулемет. Там много такого, но Фронтирс иногда выдавал и мощные кульбиты вроде тех башен. Хороший в меру запарный этап. Башен и тон, которого добились Соник Тим. А именно этого челового умиротворяющего приключения, с грустной историей и привкусом сенана для учеников средней школы. Кому-то это не нравилось, но кому-то было необходимо. У меня есть пара друзей, которые всю жизнь Соника в рот развлекали, но заценили Фронтирс. Не в последнюю очередь по этой причине. Ну а кому челленджа не хватило, авторы подкинули НГ+, новых режимов и так далее. Честный обмен, как по мне. И вот Final Horizon. Многие ждали его, чтобы тупо затестить новых слэш старых героев, умиленно всплакнуть и пойти по своим делам. Катать в новый МК, например. Человек его запускает, играет. И вскоре чувствует, что что-то тут не то. Что-то радикально неправильное есть в этом бесплатном огрызке. Часть из вас понимает, куда я веду. Вы уже видели реакции Соника-блогеров, воспламенение Сумочкина и так далее. И я не скажу ничего нового, но эта сложность... Ну я прям не знаю, в какие учебники это записывать. Сейчас очень коротко про киберпространство. Я вообще не хотел о нем говорить, но так вывернуть и без того нутную срань надо было постараться. Тут и гонки а-ля Соник Райвелс. Теперь против сгнившего трупа Тейлза. Надеюсь, он хочет задать и дзуки пару вопросов. Спасение зверушек на время. Их надо таскать в подсвеченные зоны. Причем Соник не умеет в даблджамп. Сбор жетонов в порядке очереди. Сбор лунных жетонов. Ничто из этого не сделало секции интересней. Зато доказало, что в закромах Соник Тим есть тонна приемов, которые сведут вас с ума. Некоторые просто ждут своего часа. Ребят, врать не буду. Я это дело потестил, но быстро забил. Забил, кстати, после того, как увидел этот спидометр, перегородивший мне четверть экрана. Сука, что вы за люди? Пока друзья грызут камни, Соник доказывает свое право на великую мощь, проходя испытания. Их выдают пилоты Титана, в которых Йош успокоил незадолго до. Что, по идее, уже должно быть доказательством. Но вряд ли авторы долго об этом думали. Событие в принципе репетативное и весь интерес сведен к тому, как именно герой оправдается в следующий раз. Экзаменаторы ждут его на этих башнях. Всего их 5 штук. Последняя откроется после второй порции геймплея за трех фуритеров. И вот насколько мне нравится схожий блок в Соник Фронтирс, настолько я презираю этот. Некоторые проще других, поскольку башни разделены тематически. Здесь превалируют рельсы, тут стены и так далее. И если с одной половиной жить можно, другая выпивает тебя без остатка. Длина конструкции достигает километра, а игра постоянно заставляет делать фокусы вроде рисования сайлупа на крошечных платформах с ускорителями, прыгать по рельсам без лукона и так далее. Причем наложав, скорее всего полосу надо будет проходить заново. И это не было бы чем-то уникальным, не обнажись тут многие проблемы Фронтирс. Физика, режим трюков. Он автоматом включается, когда герой подлетает высоко и в таких ситуациях просто бесит. У вас тупо отбирают управление, пока не прожмете кнопку отмены. Проваливание за геометрию, неактивирующиеся маркеры и другая неприятная фигня. Это можно игнорировать по отдельности, но когда оно скомпилировано в одном месте, начинается другой разговор. Вот как вам не спавнящиеся крышки? Их надо ломать хоумингом, чтобы дальше проскочить. Но если вы вдруг упали, игра банально их не нарисует. В отличие от другой мелочевки с аналогичным функционалом. Шариков там, мобов. Пауза, загрузка, автосейф. Ну или можете попробовать так. Это займет больше времени, зато будет чем выпендриться в тематических пабликах. Еще одним откровением стало... Вот это. Соник зависает в воздухе с зажатым парированием. Так можно и ракурс выгодный подобрать, и прыгнуть куда хочешь. Ребята в телеге поржали, дескать, как я не заметил это в большой игре. Ну так она не имела меня во все щели, и я даже подумать не мог, что оно так работает. Тут, кстати, тоже фичу нашел командер. Он жил у меня две недели, и Final Horizon мы проходили вместе. Причем это смахивает на эксплойт для разработчиков. Такие используют, чтобы фиксить конкретные вещи на уровне. Обычно к релизу их убирают, а наши ребята мало того, что оставили это в оригинальном Фронтирс, так решили не трогать в DLC. Видимо, кое-кто в офисе хорошо понимал, что они выпускают. У меня, конечно, руки из задницы, но я никогда не против забористого челленджа. Лишь бы сама игра была к нему приспособлена. Но несколько странно, когда год назад тайтл предлагал одно, а в дополнении поехал кукухой и начал всячески тебя унижать. Соник Тим смахивают на странного дядюшку, который приезжал на твои дни рождения, подарки дарил. А когда ты подрос, стал трогать тебя выше колена и настаивать, чтоб ты родителям не рассказывал. Разумный зритель скажет. Чел, ну, смени сложность, если так пригорает. Справедливо. Вот только на легком эти же башни проходятся минуты, сука, за две. Ты словно по лестнице поднимаешься, потому что Соник Тим понатыкали гребаных шариков, там, блять, пузырьков. Пузырьки? Чё, с ума сошли, Шерон, ты охренела? Я б***ь, Тези Осборн, хозяин тьмы. Вокруг меня зло, страшные черные, какие нахрен пузырьки? Здесь нет усредненного варианта. Файнал Хорайзен либо насилует игрока в голову, либо теряет к нему интерес. Данный разрыв хорошо виден в самих испытаниях. Это боевые челленджи на время. Игра легко может потребовать снести четырех бронированных уродов за полторы минуты. Снимаешь защиту с айлупом, затем ищешь эффективное комбо. После чего выставить пару точных ниндзя, убивающихся за 30 секунд. Дав на это 10, сука, минут. Почему вообще кто? Ну типа ладно. Платформинг как-то укладывается в понимание скилла и может пройти мимо тех, кто чувствует персонажа и знаком с тонкостями управления. Например, безопасно запрыгнуть на эту платформу, возможно, ткнув буст перед приземлением. Соник тут же остановится. Не слишком интуитивно, но привыкаешь. Тут есть о чем дискутировать. Однако Босс Раш точно является апофеозом местного клоунизма. Боюсь даже представить, сколько времени мы с Ильей уничтожили, пока троили эту дичь. Двое суток, не меньше. Надо разделся с тремя исполинами подряд. Гиганта, Виверной и вот этим чертилой с диском. Рыцарем или как его? Принципы схваток не изменились, однако разрабы ввели ряд специфических условий. Так статы Соника низвели до уровня новичка. В других испытаниях тоже. Соответственно, и максимальное число колец урезали до 400. Это особенно важно, потому что в суперформе Ёж потребляет их по штуке в секунду. Обычно ресурс выкапывается из-под земли, но тут нифига. Жиричу дают. То есть на все про все Соник Тим отстегивают чуть менее 7 минут. Без учета катсцен, квиктайм-эвенс и предварительных секций вроде этого шлейфа или колосса лазанья. Где кольца, естественно, можно потерять. На самих боссах этого не происходит. Но сделка все равно не очень выгодна, поскольку шансов на ошибку практически нет. Ты можешь быть почти идеальным, но проиграть, наступив на шипы перед финальной битвой. В этом и смысл. Экономить время. Что было бы совершенно нормально, если бы экономия не достигалась поиском полутора комбинаций, которые тупо эксплойтят боссов. То есть игра фактически учит абьюзить саму себя. Сложность в том, чтобы их отыскать. Мне помогал стомп и быстрый сайлуп с последующим запулеметчиванием. Так я наловчился гасить гиганта за 40 секунд и виверну где-то за минуту плюс-минус. И я бы справлялся быстрее, если бы не затянутые анимации и это парирование. Sonic Frontier с парированием не было большим делом. Засунули его, видимо, чтобы соответствовать уровню взрослого японского геймдизайна. Однако работало оно крайне условно. Ты зажимал бамперы и тупо ждал, когда прилетит. Мы узнали систему в таком состоянии и в этом же состоянии провели с ней десятки часов. Вплоть до Босс Раша, где авторы гордо сообщили, что теперь атаки отражаются только идеальным парированием. И тут возникает проблема, поскольку в игры такое нельзя засунуть просто так. Механика вводится плавно, игрок ее изучает, привыкая к темпу и аудиовизуальным триггерам. Это может быть предупреждающий звук, подсветка, уход в легкое слоумо перед атакой. Вариантов немало. Кроме того, идеальное парирование часто используют как опцию. Можно не быть профи, но авторы мотивируют старания дополнительной экспой, валютой, лечилками или скоростью восполнения энергии. Так делают люди, которые знают, что делают. А тут Соник Тим, которые на систему болт клали, а потом вдруг додумались вывернуть ее в кау. В бесплатном, сука, DLC. Так что рассчитывать на оптимизацию или переоформление здесь может лишь очень наивный человек. Это все та же история, только с зауженным окном для инпута. Как в той серии Симпсонов, где на тот дом снесло ураганом и... И черт его знает, когда это делать. В оригинале об этом не думаешь, но здесь надо угадывать, в какой момент игра хочет, чтобы ты действовал. Перед непосредственным ударом или при замахе. Да, обычно при нем, но выясняется это методом голого тыка. О намеках можно забыть. Если Соник Тим что-то такое предполагали, то выглядит оно как часть анимации атаки. Светящиеся ракеты Виверны, отмечу. Да и те, походу, выделили тупо, чтобы игрок мог разглядеть их в калейдоскупе мусора и партиклей. Конечно, у окна заучиваются Траю к четвертому. Потом дело чисто за реакцией. Но что за этим стояло? Искреннее желание нагнать челленджа или попытка выслужиться перед узкой категорией фанбазы? Которая, видимо, перепутала синего ежа с ниндзя гайдом. Мер узнать надо. Весь тэтспич основан на моем опыте с легким уровнем сложности. Я пытался жить с Нормалом, но потом прикинул, сколько времени это займет. А я и так все сроки продолбал с этим сайлент хилом и своим здоровьем. Ловите паттерн, да? Мы замутили активности для песочницы, но их можно не проходить. Мы внедрили парирование, но тайминг на него не влияет. Нигде, кроме концовки. Мы не дали Тейлзу хоминг, зато продаем штуку, с которой можно скипнуть его геймплей. Мы сделали Нормал невыносимым, а Изич слишком простым. Но только в платформинге. Просто босс раш с ним чуть менее невыносим, чем на Дормале. Любая попытка Кишимото соригинальничать падает лицом в грязь и поднимается со смешным звуком. Здесь показателен новый финальный босс. Командор, приоттаченный к погибели шлангом. Он шмыряется аскорбинками, их надо парировать. Вашу ж мать, кто это сделал? Это-то вам как удалось, господи боже! Какой год? Какой год на дворе? После такого мне кто-то будет доказывать, что в Соник Ким все в порядке? Да они даже камеру, сука, выставить не смогли! Не говоря уж о том, чтобы деревья прозрачными сделать, когда в них залетаешь. Короче, ты парируешь снягу, чтобы босс замахал руками, и можно было парировать уже их. Окей, погибель питает робота. По логике надо снести пробот, но штука в том, что он не подсвечивается. Маркера просто нет, а лупить штуку вслепую такое, потому что Соник автоматом прицепится к голове. И это не ошибка, все так и есть. Мы на ютуб в оконцовке залезли, и там он как ни странно фиксируется. В чем секрет? Нет, а в том, что надо нажать кнопку сайдстепа. Соник нащупает цель, и схватка начнется как подобает. Говорит ли об этом хоть что-то? Но может одна из всплывающих подсказок. Они совершенно рандомны и часто транслируют всякое очевидное. И я может не так бы горел, используя все комбинации где-то еще. Но я вторую неделю об этом думаю, и чего-то подобного не нашел. Даже прохождение помотал. Но может вы вспомните, я фиг знает. Шар будет повержен в альтернативный раз, Соник пафосно не погибнет, а Эггман все-таки станет кибербатей. Ни один мой знакомый так за отцовство в суде не потел, как я ради этого усача. Надеюсь, он воспитает образцовую кофеварку. У меня сейчас натуральная мигрень, потому что Соник Тим ведь реально неплохо потрудились. Тем более над чем-то халявным. Новые режимы всегда хорошо, косметика тоже прикольная. Бонусы с челленджами. Может однажды я плотно засяду и в экшен-чейн, если время позволит. Прекрасно, что добавили НГ плюсы и прочие вещи для любителей потеребить скил. Я очень поверхностно тут пробежался, даже не сказав про заплатки вроде отключения анимации слот машины или ускорения в прыжке. Но это не гвоздь программы. Одно дело мини-игр нашлепать, а другое – бросить кость в будущее. И Final Horizon должен был стать такой костью. Пропуском в кулуары, где как раз происходит брейншторм о развитии вселенной и возвращении старых героев. Конечно же здесь разрабов ограничила структура исходника, заточенная чисто под ежа. И они не могли поделиться даже долей своих наработок. Если таковые вообще имелись. Ведь глядя в этот черновик, сложно сказать, что в нем есть хотя бы намек на уникальность. Да, Эмми нынче торологиня, Тейлз с отбойным молотком прыгает. Но дальше что? Опять же, я не про то, что их геймплей безнадежен. Здесь он жутко несбалансирован, кривоватый и репетативен. С DLC спроса мало. Но его неприкрытая старомодность намекает на то, что никакого плана в общем-то нет. Ну или авторы пока им делиться не хотят. Ивент по-любому собирали в спешке, то и дело оглядываясь на диздоке 20-летней давности. Надеюсь это разовая акция, но зная этих людей, очень сомневаюсь. Так что рекомендую не загадывать. Постоянно на эти грабли наступаем сколько можно. Меня злит Морио Кишимото. Даже безотносительно всего, что я говорил о нем здесь и в большом ролике, он просто не должен быть геймдиректором такого рода проектов. Геймдизайнером, возможно. Все-таки он приложил руку к сказочной идеологии Ви. Было прикольно. Правда, давненько я ее не перепроходил. Глядя на послушной список, полагаю, что Кишимото комфортнее в узких, линейных вещах. Несмотря ни на что, как игры в вакууме, с идеями, темпом, структурой, в Forces of the Lost World вполне ничего. Forces это кусок такой игры, но я сомневаюсь, что это конкретно его вина. Но как только дошло до чего-то большого и многослойного, возникли проблемы. Я два видоса о них трындел, повторять не буду. А тут еще оказалось, что человек страдает синдромом самозванца. Нытье в интервью, твиттер, мастурбация на фидбэк. Фидбэк фанбазы, за десятки лет разделившиеся на множество лагерей. Одни хотят классику, другие классику не хотят. Одни хотят бусты виспов, другие просто буст. Или просто виспов. Четвертый, чтобы вот как в адвенчур. Пятый, что адвенчур переоценен, а 3D Blast это тема. Человек все это впитывает, а мы потом получаем килограммы несвязной мешанины, сложность, которая скачет туда-сюда, взаимоисключающие параграфы и другие интересные аксессуары. Но если бесплатному DLC это простить еще можно, на самом деле нет, куда оно вывернет в следующем крупнике, остается только гадать. Ведь если нет фильтра, значит нет понимания, что делать дальше. А когда понимания нет, делают что-нибудь. На мой взгляд это про Морио Кишимото. С ним мы встретили новую эпоху Sonic the Hedgehog, с ним видимо ее и продолжим. Гип-гип. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok